Если численность омуля падает, популяция хищников в нашем регионе, наоборот, может вырасти. Раньше такие вот капканы использовали охотники, чтобы регулировать количество волков. Теперь это приспособление, похоже, станет невостребованным. Платить за добычу хищников в этом году не будут. О последствиях, которым может привести такое решение, в следующем материале. Волк словно позирует перед камерой, и эти кадры – редкость для охотоведов. Пока. Возможно, скоро хищники начнут покидать привычные места обитания и будут появляться вблизи населенных пунктов. Причина проста. В регионе отменили вознаграждение за добычу волков. Перестала действовать специальная программа. Были запланированы средства на три года. То есть это 2013 год – 6 миллионов, 2014 год – такая же сумма, и 2015 год – 3 миллиона рублей. За этот период были проведены мероприятия по регулированию численности волка. То есть выплачивались вознаграждения охотникам. Благодаря этим мероприятиям численность волка стала снижаться. За три года в регионе уничтожили почти 650 хищников. Однако вполне возможно, что после отмены выплат охотиться станут меньше. Добыть волка гораздо сложнее, чем других животных. Без финансового стимула этим вряд ли захотят заниматься. А это чревато последствиями. Численность волка может в любой момент резко подскочить. То есть если не регулировать его постоянно, дать ему возможность успокоиться, какой-то промежуток времени его не трогать, есть опасность вспышки численности. Если хищника много, а жертв мало, соответственно, этот хищник будет искать себе новые жертвы. И даже возможны нападения на человека. Такое ЧП произошло на прошлой неделе. В 50 километрах от Устилимска лишь чудом мужчина остался в живых. И этот инцидент можно смело считать первым тревожным звонком. Последствия отмены вознаграждения за добычу волка станут понятны ближе к осени. Те животные, которые родились этой зимой, подрастут и смогут самостоятельно охотиться. А если учесть, что волчица рожает в среднем по 5 особей, то можно предположить, что в следующем году число волков в Иркутской области будет больше примерно на 2000 особей. Павел Марчуков, Сергей Полянский. Новости по будням.